Привет-привет, мои хорошие! С вами Татьяна. Пообщаемся, девчонки? Скажите мне, пожалуйста, как часто вы меняете свой интерьер? Хоть минимально? Делаете ли ремонт каждые 5-7 лет? Либо же каждый год? Вот интересное такое дело. Если хоть чуть-чуть что-то исправить в своем интерьере, что-то улучшить, даже перекрасить стены, добавить текстиль и подушки, и он загорает новыми красками, и у вас настроение улучшится. У меня лично это очень работает. Вот наступило теплое время года, скоро отпуск, не знаю, кто куда поедет отдыхать. Возможно, выделить пару дней на ремонт. И я хочу вам показать красивые картинки, возможно, вас вдохновлю на что-то. Мне нравится скандинавский стиль. Он к нам пришел из северных стран Европы. Финляндия, Дания, Швеция. В этих странах, конечно же, холодно. И очень мало солнечных дней. Поэтому они делают свои помещения светлыми. Часто очень светлая мебель. И украшают свои дома чем-то ярким, интересным. И от этого интерьер всегда кажется очень легким, воздушным. Характерно для этого интерьера белые, серые стены, какие-то теплые тона, светлые. Девчонки, кто не знал, белый и черный свет – это хроматики. И вот эти классические нейтральные цвета очень хорошо разбавит деревом. И для скандинавского стиля очень подходит дерево. Оно делает его теплым, уютным. И квартира кажется очень живой. Так что я считаю, что дерево всегда должно присутствовать в любом интерьере. А особенно в скандинавском стиле сделанном. Вот такой простой, классный интерьер. Мне кажется, можно составить в любой квартире. Видите, такие темные пятна. А сами стены светлые. Добавить интересных картинок. И наш интерьер сложился. Здесь без излишеств. Светло, тепло, уютно. Северяне не гонятся за показной роскошью. Главное, чтобы было хорошо в доме. И человек чувствовал себя замечательно. Придя домой, хочется расслабиться и отдохнуть. Стиль скандинавского подходит и для домов, и для городских квартир. Он также подходит и для маленьких квартир. Ведь этот стиль очень универсальный. И мне кажется, всегда можно найти и мебель, и аксессуары для оформления квартиры в стиле сканди. Очень минималистично. Но это не минимализм. Светло, воздушно, уютно. Вот так выглядит стиль сканди. Один серый, другой белый. Два скандинавских цвета. Цвета должны быть очень светлыми. Чтобы они отбивались и создавали воздушное пространство. И расширяли это пространство. Вот смотрите, какая милая, уютная комната. Растения, картины очень украшают такой интерьер. Делают его более интересным. Кожа, хлопок, клен. Вот материалы, которым отдается предпочтение. Мебель должна быть современной. По классике не должно быть каких-то исторических предметов. Но это не запрещено. Я думаю, вот смотрите, здесь стоит музыкальный инструмент. Если это будет исторический музыкальный инструмент, он никак не испортит этот интерьер. По-моему, очень классный стиль. И в таком стиле сейчас делают квартиры молодежь. Потому что он простой. Даже какие-то обычные стеллажи, деревянные, например, либо же железные, делают этот интересным интерьер. И, конечно же, как всегда, на помощь приходят нам подушки. Которые можно и самим пошить. Правда же, даже не имея машинки, можно руками шить такую маленькую минималистичную подушечку. Девчонки, если у вас есть свободное время, приглашаю вас сделать что-нибудь для своего дома. И вы увидите, как у вас изменится настроение. И, возможно, понравится вашим домашним, вашим близким людям. Смотрите, как классно смотрится такая комната. Светлые стены, огромные светлые окна. Крапления зеленого, зелени. Никто не спорит, что зеленые растения, какие-то интересные растения, очень украшают наш интерьер. Видите, здесь большое зеркало, которое тоже отражает свет, делает немножко интереснее этот интерьер, расширяет пространство. И вот такой интерьер классно смотрится. Здесь, как видите, такие современные мебель. Вот такое кресло я видела в Икеа продается. Сундук. Вот в таком стиле можно сделать свой дом, свою квартиру. А сундук, кстати говоря, на этой картинке старенький. Так что не обязательно следовать этому правилу, что должна быть только современная мебель. Вот такие интересные предметы оживляют ваш интерьер и сделать его необычным, не таким, как у других. В нашем бурном, бушующем мире все стремятся к простоте, душевности, уюту. И сделать это с помощью интерьера всегда возможно. Было бы желание. Расскажите мне, какой вы любите интерьер? Вот, как это мило. И здесь, смотрите, вот такой интересный камин. Чем-то даже похож на деревенскую печь. Вот такая квартира. Вот детская комната в таком стиле. И всегда добавляет в Юта вот такой широкий подоконник. Под ним можно сделать вот такое хранение. На этом подоконнике можно сидеть, мечтать, читать книгу. И дети очень-очень любят такие местечка. Так что, если у вас предстоит ремонт, то подумайте вот о таком оформлении. Мне очень нравится. Здесь использованы места, видите, по бокам от окна и под низом. И все так гармонично смотрится. Все выдержано в бело-сером цвете. Очень светлая, классная комната. А наполнять ее можно чем угодно. Яркими подушками, яркими игрушками, какими-то картинками, книгами. Все, что угодно. Все работает на интерьер. И все дело только в нашем желании сделать нашу квартиру уютной, необычной, красивой. Ведь очень многое можно сделать своими руками. Либо же найти умельца, который немножко вам поможет. Возможно, ваши дедушки, бабушки, мамы, папы что-то умеют. И вместе вы можете создать классный гармоничный интерьер. И ваше жилище станет очень-очень уютным и красивым домом, куда хочется возвращаться. Смотрите, какая милая, уютная картина. Так и хочется посидеть в этих креслах. Класс! И сочетание белого цвета и каких-то небольших вкраплений замечательно играет, замечательно смотрится. И камин из кирпича. Ведь этот камин, такой портал можно сделать даже не обязательно, он будет функциональный, а очень хорошо будет украшать интерьер. Видите, как хорошо там смотрятся такие высокие свечи. Там можно поставить электрокамин и будет эффект огня. Да, класс! Если вы любите природу, вот можно такую картину нарисовать, либо же взять какой-то фотопринт и вот таким образом украсить свою квартиру, свою комнату. да, все классно смотрится. Цветочные композиции, картины. Вот все как классно смотрится. Мне очень нравится этот деревянный пол. Вот смотрите, какой он красивый. мне кажется, когда делаете ремонт, не нужно экономить на материалах для пола, потому что стены можно перекрасить, можно переклеить обои, если вы любите обои, а пол это уже сложнее. когда мы делали ремонт своей квартире, мы сделали дубовый пол и нарадоваться не можем. Можно ходить босиком и вот это ощущение натурального дерева неповторимо. Советую, друзья мои, если у вас есть такая возможность, делайте натуральный пол. мне очень нравится эта картинка. Смотрите, здесь даже пол светлый. Ей специально красят или же так выбеляют дерево, что он кажется почти белым. Класс! Как вам такой интерьер? И вот этот камин, эта печь, как это можно назвать, целый портал. Он может и обогревать квартиру или дом, или же быть таким монументальным украшением. И здорово смотрится. Как вам, девчонки? Напишите мне в комментариях, как часто делаете вы у себя ремонт? Какой стиль в интерьере вы любите? Я вот люблю стиль минимализм, стиль сканди, элементы стиля лофта. Ну, конечно, и современный стиль. Ведь все эти стили не обязательно брать в чистом виде. Можно добавлять какие-то милые сердцу, безделушки, какие-то подделки, сделанные своими руками, руками ваших детей. Ведь наше жилище это отражение нас. И оно должно быть комфортным, уютным, таким, чтобы подходило всем членам нашей семье, чтобы мы там отдыхали, заряжались, перезаряжались и уходили во внешний мир бодрыми, веселыми, наполненными жизненной энергией. Вот кажется все очень просто. Здесь главная насмотренность и помощь нам интернет, соцсети. Там многие люди делятся, как сделать свое жилище лучше, уютнее, какие-то идеи. И все это вместе возможно сделает нам хорошую подсказку и наш интерьер станет намного лучше. Девчонки, вот сколько фото я сегодня вам показала и вы заметили наверное, что на всех фото очень много светлой мебели, светлых стен и какие-то крапления яркие и вот такая зелень. Что-то природное, что-то живое. и классный интерьер сложился. Вот цветы очень украшают. Они делают интерьер очень живым, интересным. Зеленый цвет, конечно же, приятен глазу, и поэтому наверное автоматически нам нравится помещение, в котором находятся цветы. Конечно же, они должны живыми, быть ухоженными, а не какими-нибудь там чахленькими. Так что, если уж заводите цветочки, какие-то деревья, следите за ними. И они отблагодарят вас и будут улучшать вам настроение. Как вам этот интерьер? Класс? Да. Нравится? Уютный диван. цветочки, правильно выдержана цветовая гамма, сразу повышается уровень интерьера, стильность интерьера. Согласны? Вот смотрите, как здесь все классно сочетается. И вот этот монохром очень классно смотрится. Белый, бежевый, серый и зеленые цветы, зеленые деревья. Супер! И смотрите, здесь очень хорошо выдержана симметричность. Лампы по бокам, два кресла, очень классно, симметрично смотрится. И это добавляет организованности в помещении. И поэтому помещение смотрится еще лучше. Хотя, девчонки, вот в наше время, в наше нынешнее время модно асимметрия, круглые формы. Так уж смотрите, вы для себя выбирайте, что вашему глазу приятнее, симметрия либо же асимметрия. Симметрия, конечно же, привычнее и более гармонично смотрится, как по мне. Ну, вы выбирайте, что вам больше нравится. Мне очень нравится. Такой уютный уголочек класс. Лампы, зелень очень украсили эту квартиру. Если у вас есть старый велосипед, уже не годный ни к чему, покрасьте его, повесьте на стену и смотрите, как это прикольно смотрится. Вот для молодежного интерьера это очень подходит. вообще молодежи все можно. Они учатся, они творят, они ищут себя по жизни. Поэтому молодости можно чудить, как угодно. Хотя и постарше, когда люди становятся, и те люди, которые не закостенели, они могут себе тоже это позволить. ведь юмор, шутка это всегда хорошо. Уметь посмеяться над собой, поюморить, мне кажется, это признак молодости и здоровья. Как вам кажется? Напишите мне что-нибудь, что вы интересного сделали в своем интерьере, а возможно планируете сделать. Мне будет очень интересно. Фото себя любимой, фото, которое осталось из приятных поездок, тоже может очень разнообразить интерьер. И всегда вы будете смотреть на него и вспоминать. Это прекрасное время, и я думаю, что будет повышаться настроение. Лично у меня это очень работает. Когда я смотрю даже на мелкие безделушки, которые я привезла из путешествия, мне сразу поднимается настроение. Вот смотрите, один из вариантов, как можно украсить свое жилище. Видите, ничего здесь такого необычного нету, ничего такого, что можно сделать самому. Главное желание, правда же? Вот еще какая картинка. Здесь сплетенная корзина, в нее можно набросать все что угодно, какие-то шкуры, но честно говоря, я не очень люблю шкуры ни на полу, ни на мебели, но конечно у каждого свой вкус, но так тоже можно. Конечно же не спорю, на все нужно время и деньги, но иногда самое главное это желание. Когда есть сильное желание, всегда можно найти какие-то способы достижения цели. И друзья помогут, и деньги найдутся. В общем, дерзайте! Кому интересно, можно посмотреть другие интерьеры. Боже мой, в интернете столько всего! Огромное разнообразие для каждого человека есть выбор. Вот видите, везде в интерьере присутствует дерево. Очень классно украшает. Девчонки, поделимся в комментариях своим впечатлением об этом стиле. Буду ждать от вас обратной связи. напишите, что вам нравится. Красота, милота. Желаю вам красивого, уютного дома. И пусть днем живет счастье. Пока, мои хорошие, с вами Татьяна. Будьте здоровы! Подписывайтесь, новенькие. Вам не 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 ни 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 Субтитры создавал DimaTorzok